всем здравствуйте напрямую обращаюсь ко всем народам абхазии которые ее заселяют которые заселяют нашу славную родину сегодня отправили мне монолог так сказать прочитал буду называть этого аноним этого человека монолог как вижу представитель ярый представитель абхазской национальности один из граждан абхазии который чуть ли не призывает к войне с армянским народом который проживает на территории абхазской республики первую очередь хотелось бы обратиться лично к нему задать один элементарный вопрос понимает ли он суть своих слов и понимает ли какой смысл они несут чего хочет добиться данный человек он призывает к войне гражданской войне и еще к одному геноциду по отношению к армянскому народу я один из представителей армянского народа я родился в абхазии сейчас нахожусь на территории российской федерации и с детства особенно обращаюсь братьям и сестрам нашего армянского народа те кто там родились жили живут до сих пор с детства каждый из нас испытывал эту национальную неприязнь то есть по сей день всегда во всем пытаются ущемить нас да мы прибыли туда более века назад но абхазия стала нашим домом дорогой аноним и тебе и всему абхазскому народу давно уже пора бы с этим смириться то что абхазия наш дом это дом наших отцов бабушек дедушек и дом наших детей да у нас там свои земли свои дома и твои высказывания по поводу того что предатели воевали против нас еще что-то да здесь все было бы так как ты говоришь тогда бы эту войну ни за что бы не выбрала не выиграла абхазия вас по численности тупо не хватило бы для победы если бы все воевали против абхаз и абхазы тут одни против всего мира это полная бред и полная чушь у меня ни один член семьи погиб в этой войне погиб от рук грузин вот скажем противника я просто читал все что ты написал это просто это яд яд который ты пытаешься которым ты пытаешься отравить абхазскую молодежь какие-то глупые высказывания какие-то фейковые факты которые ни о чем на сегодняшний день не говорят некоторые моменты ты говоришь абсолютно правильно то что вас с каждым годом становится все меньше и меньше а нас все больше и больше это не потому что мы что-то делаем по отношению к вам а потому что абхазы сами справляются достаточно хорошо и видимо сама природа решила стереть вас с лица земли половина из вас погибает в аварии вторая часть погибает от передоза наркотиков частности на метадона и героина оставшаяся часть это дети женщины и мирное население я же призываю всех благоразумных людей к мирному сосуществованию пусть все это будет направлено на процветание на процветание той земли на которой мы родились и это будущее нашего народа будущее вашего народа будущее наших детей все то о чем ты говоришь взять завтра с утра автоматы в руки и пойти воевать против друг другу друг против друга ну и чего мы добьемся этим перебьем друг друга да даже на сегодняшнем по численности нас уже больше чем вас но мы не стремимся к войне ко всем армянам вот частности я хочу лично вот еще раз обратиться братья сестры достаточно он там выговаривает о каком-то превосходстве народа перед нами ни о каком превосходстве речи быть не может ни о каком о том что они общаются с нами на равных а как мы с вами должны общаться чем вы выше чем вы лучше ничем абсолютно ничем и никогда мы перед вами и перед тем другим не склоним свои головы и никто не заставит это никогда это не произойдет к тебе лично обратиться ты просто ты конченая мразь ты ублюдок ты не сын своего народа ты ублюдок и знаешь как с тобой поступали ты все про историю там говорил про история история никогда не было в истории до в истории таких когда либо сжигали на кострах либо четвертовали на площадях я думаю что именно такое будущее тебя и ждет тебя четвертует твой же народ потому что ты вносишь смуту ты вносишь семя раздора между мирными народами которые сегодня существуют хотя мирном это сосуществование я полностью не назову потому что да даже элементарно взять едешь на свое на своем автомобиле по дороге все протоколы выписываются только на армян там но не считаю туристов сезонно это все не беру абхаз будет пьяный ехать а но поздоровается с гаичником и поедет дальше поздороваться с начальником поста поедет дальше то есть в этом нет никакой справедливости вы и так достаточно сильно ущемляете права наши права даже тех людей которые коренные жители кто там родились и живут всю жизнь вы их ущемляете но я опять же в этом не веню вас я винил свой народ потому что он позволил себе такое отношение кто-то скажет мне легко судить я нахожусь на территории россии возможно где-то чего-то я недопонимаю но я оперирую только вот теми фактами которые видел своими глазами не раз приезжаю в абхазию я часто приезжаю в абхазию видя вот все что происходит но это полная несправедливость еще в одном ты прав дорогой аноним то что мы выбираем президента в абхазии и недолго осталось до того времени когда кандидатами будут не только представители абхазского народа но также будут представители и армянского народа и возможно когда то мы там изберем своего президента но опять же по отношению народу ничего против ничего плохого лично я не имею у меня много знакомых товарищей с которыми я общаюсь и по сей день это благоразумные люди которые таких как ты называют долбоебами и фанатиками которые нихуя из себя не представляют которые никто и звать их никак ты полный яда который в себе копил все эти годы видимо ты не один из тех абхаз которые разбогатели за все это время которые имеют сейчас земли гостиницы заводы и так далее и тому подобное ты видимо просто один из тех кто остался с баяном в руке и с бочкой вина под боком обиженный на жизнь обиженный на судьбу и просто продаешь свою боль свои проблемы навязываешь их неокрепшим умам которые еще не окрепли в своем самосознании в своем мировоззрении они еще не видят картину весь пазл у них перед глазами не собран а ты уже отравляешь их умы надеюсь тебе это не удастся а если удастся ничего хорошего абхазский народ и в этом случае ждать не будет и армянский народ при этом случае процветать также не будет потеряем мы все ты пишешь про школы которые открылись в гагре про какие-то надписи таблички лично я проезжаю всю абхазию от границы до сухуми не видел ни одной таблички на армянском языке я видел только все через букву а и все на русском языке на абхазском языке больше ничего я не видел в бей свою уже тупую голову мы не склоним головы не перед кем и мы будем дальше отстаивать свои права сегодня армяне очень пассивно относятся к вашим нападкам ко всем нападкам каких националистических мразей твоих единомышленников ублюдков которых надо всех сжечь прямо на центральных площадях абхазии но время уже не то и жизнь уже не так во время войны у меня воевала из членов семьи и родственники они вели войну проливали кровь отдавали жизни ради этой победы победы которую вы сегодня называете только своей если подумать да вы физически не вывезли бы где вы были до этой войны я по рассказам старшего поколения не раз слышал что на абхазском шепотом разговаривали до войны вы процветали в основном где в горах которые там спустя с гор унитазы принимали за умывальники то есть все часто ты слова абориген используешь вот правильно вот истинный абориген и тебе подобные такие же аборигены и ублюдки поэтому вся смута который ты призываешь она будет бессмысленно ничего хорошего ты этим не добьешься если ты хочешь чтобы лила кровь то прольется твоя кровь прольется кровь твоей семьи и твоих детей от тебя откажется собственный народ потому что твои слова несут только чушь бред и разрушение завершив свое слово я просто хочу чтобы наш народ нас и так достаточно потрепала судьба нас пытались вырезать не раз мы кочевали не один век словно цыгане еще свой дом наш дом там где наши дети там где наши отцы повторюсь абхазия стала нам домом более уже более века и будет еще домом не одно тысячелетие будут ли на территории абхазы или нет на территории абхазии тут уже время покажет вы сами благополучно делаете все то в чем обвиняете нас с вас с каждым годом реально становится меньше и меньше и меньше ваша молодежь практически вся тахилы дохлые наркоманы без моральных принципов без моральных устоев по поводу того что там мы берем абхазы к жен думаю там не сильно рады когда сын приводит домой невестку абхазку или там также абхазы я знаю ни одну армянку брали в жены и также абхазы еще более недовольны нежели армяне но в этом я ничего плохого не вижу если молодые нашли какие-то точки соприкосновения спитали какие-то чувства это настоящее чувство данные богом данные природы они идут от сердца в этом нет ничего плохого так что дорогой друг если хорошие девочки будут и будет возможность братьев жены и захотят они быть нашими женами мы их будем брать жены и ты ничего с этим не сделаешь возможно у тебя есть дочка и возможно у тебя родится скором времени внук от армянина которого ты полюбишь всем сердцем я не знаю твоего имени но я бы вот посмотрел тебе в глаза хотя я уверен в том что кроме отчаяния и страха я в них ничего не увижу все твои ярые высказывания интересно после какого куба метадона либо после какого литра вина они тебе даются потому что за несправедливостью сила и правда стоять не может поэтому я призываю всех армян абхазии не склонять никогда головы ни перед одним абхазом ни перед одним любой национальности человеком достаточно ваша жизнь потрепала с поднятой гордой головой идите вперед идите до конца лично я будет если на то повод присоединюсь к этой борьбе к своему народу и не убегу никуда не буду стоять до конца братья и сестры полный вперед уже развиться уже и то что абхазию называют маленькой армении чаще я слышу что абхазию называют козаёби задумайся почему из-за таких представителей собственной национальности как ты потому что как вы были козаёбами так ими умрете это не высказывание в адрес абхазского народа а в адрес высказывания тебя и твоих единомышленников вы не люди вы козаёбы у которых в жилах течет яд и которые пытаются отравить этим ядом своих соседей своих родных и и представителей опять же не окрепшие умы своего народа ничего у тебя не получится мы будем идти и будем идти до конца и ни одна мразь как ты нас не остановит мы с каждым годом сильнее больше крепче у нас больше денег у нас больше власти и скажу становится их с каждым годом все больше потому что ваша молодежь растет с баянами в руке а наша будет расти с книгами вы будете смотреть телевизор а мы будем читать а во всем мире достаточно давно известно уже выражение что те кто читает книги всегда будут управлять теми кто смотрит телевизор и это как раз таки будет про вас и нас если ты и тебе подобные не остановятся вы принесете лишь крах и раздор своему народу нам вы не навредите достаточно будет сильно ужалить нас как мы все в один момент поднимем головы и вы охуеете и вы охуеете по настоящему и никто вас не спасет всем мира всем амшенским армянам мира добра силы